МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих событиях подробнее. 9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник День Победы, проводимый вознаменование Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Символом этой Победы стала Георгиевская ленточка. Уже много лет на улицах всех российских городов в преддверии Великого праздника проходит всероссийское мероприятие «Георгиевская ленточка». Наш город присоединился к акции. Каждый год в преддверии Великой Победы, начиная с апреля, волонтёры и школьники Десногорска раздают Георгиевские ленточки прохожим на улицах города. Сегодня мы с ребятами из Дома детского творчества проводим акцию «Георгиевская лента». Она проводится в преддверии праздника Великой Победы. И с помощью этой акции мы хотим объединить всех горожан нашего города, всю их память о павших ветеранах, о тех, кто ещё жил после войны, сделать доброе дело. Мы с ребятами раздаём георгиевские ленточки горожанам, чтобы они знали, куда её надо надевать и куда не надо, и как завязывать. В эти дни каждое мероприятие начинается с этой акции. А 9 мая десногорские волонтёры раздавали символ героического прошлого каждому, кто принимал участие в праздничных мероприятиях. Георгиевская ленточка – это как дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма. Это благодарность людям, отдашим всё для фронта. Это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Уже пятый год, в День Великой Победы, сотни тысяч россиян выходят на улицы своих городов, чтобы пройти колонной с портретами своих предков, сражавшихся с нацизмом. Всероссийская акция «Бессмертный полк» признана сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Торжественное шествие по улицам Десногорска началось со второго микрорайона и прошло до Кургана Славы. Любой желающий мог пройти в колонии с портретами своих родных и близких ветеранов Великой Отечественной войны. Это дед мой по матери погиб под Оржевом, командир пулемётного взвода. Они защищали деревушку, которая переходила из рук в руки несколько раз. И вот там они и погибли. Немцы, после того, как... Они много очень немцев положили, после того, как немцы всё-таки захватили эту деревню, из многих, из кожи прям вырезали звёзды. Особенно вот командиры пулемётных взводов, им вырезали звёзды и прям содрали кору. Вот такая история. У меня на фотографии двое моих дедушек. Один с папиной стороны, ну, как бы бабушка, дедушка-папа, а другой дедушка-мама. Что ты о нем помнишь, что ты знаешь? Ну, я была маленькой, когда умер мой вот этот дедушка подофёдов Сергей. Я помню, что у него было очень много медалей. Он мне рассказывал некоторые случаи о войне, о том, как было очень тяжело, и как они радовались победе. Вот, в общем. А так, и была очень маленькая. Второй дедушка, я его уже не помню, это Шавин Владимир Васильевич. Вот. Но мне о нём тоже рассказывала бабушка. Ну, всем было тяжело на войне. У меня на фотографии брат моего деда, брат моего прадеда. Он герой Советского Союза, участвовал в Великой Отечественной войне, прошёл её полностью всю, от начала и до конца. Скончался он от своих тяжёлых ран, полученных во время Великой Отечественной войны. То есть, его отправляли в госпиталь два раза. И в 1956 году он и скончался. Это мой дедушка, Семянин Иван Григорьевич. Он, значит, на фронте с 1941 года прошёл всю войну. За войну был и разведчиком, и стрелком обычным, то есть начинал. Потом заканчивал уже связистом. Он участвовал в берлинской операции, награждён Орденом Отечественной войны и медалью за боевые заслуги. Это мой дедушка Илюшенков Николай Андреевич, уроженец Смоленской области. Ушёл на фронт из Рословского военкомата. Забирали его из Якимович. Начал войну на Кавказе политруком одного из подразделений роты. Прошёл Россию с Кавказа до Калининграда. Награждён за освобождение Калининграда. Потом Восточная Пруссия. Потом был штурм Берлина. Награждён тремя орденами и шестью медалями. В этом году в мероприятии приняли участие более тысячи десногорцев и гостей города. От героев былых времён не осталось порой имён. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землёй и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Мемориал Курган славы для всех десногорцев – святое место. Несколько раз в год горожане приходят сюда, чтобы почтить память тех, кто ценой собственной жизни сохранил мир на нашей земле. 9 мая – один из значимых праздников для всей страны. Жители нашего города от мала до велика в этот день идут сюда с флагами, цветами и портретами своих дедов-воинов, чтобы всем вместе отметить этот великий день. В праздничную колонну на площади мемориала Курган славы встречали ветераны Великой Отечественной войны Октябрина Андреевна Каноненко, Александр Алексеевич Четвериков, Николай Кириллович Тимофеев, Андрей Никонорович Титько. Знамя победы внёс ветеран войны в Афганистане, награждённый медалью за мужество Юрий Хроменков. Возглавлял колонну десногорцев «Бессмертный полк», который в этом году объединил более тысячи бойцов Красной Армии, героев Великой Отечественной войны. Несколько тысяч десногорцев пришли отдать дань уважения ветеранам войны и почтить память тех, кого уже нет с нами. Открыл торжественный митинг глава муниципального образования города Десногорск, подполковник в запасе Андрей Шубин. День победы – это праздник всех поколений, каждой семьи, каждого человека. В этот священный день все поколения России объединяют память о героизме нашего народа в ожесточённой борьбе, победившего фашизм. Мы преклоняемся перед величием подвига и силой духа ветеранов. Мужество и патриотизм, самопожертвование и безграничная любовь к Родине – это те правильные ориентиры, на которые должны равняться дети, внуки и правнуки победителя. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия. Торжественный митинг, посвящённый 73-й годовщине со дня Великой Победы, прошу считать открытым. Поздравительный адрес от губернатора Смоленской области Алексея Островского зачитал заместитель Андрей Борисов. Огромное спасибо и низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что вы совершили, защитив страну от вероломного врага. Наша сила духа, наш боевой и нравственный подвиг – пример патриотизма для детей и внуков, для всех нас. И сегодня мы собрались все вместе, чтобы ещё раз поклониться народу-победителю, спасшему мир от коричневой чумы, народу, который не трогнул и не склонил голову перед коварным агрессором. Вечная память павшим героям о героической Смоленщине, благополучии и процветании. Пусть на нашей родной земле не когда больше не звучат взрывы от мин и снарядов. Желаю всем мирного неба над головой, здоровья и благополучия. С праздником! С Днём Великой Победы! Губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский. Директор Смоленской атомной станции Павел Лубенский поздравил всех с великим праздником и обратился к ветеранам со словами благодарности. Уважаемые друзья, наша святая обязанность чтить память тех, кто дал возможность нам жить под мирным небом и праздновать этот великий праздник. Да, ровно 73 года назад нам подарили праздник, праздник Великой Победы. И я поздравляю вас всех с этим праздником. Желаю нашим ветеранам здоровья, а нам радости жизни. И чтоб в мирном небе над головой гремел гром только во время грозы и дождя. С праздником вас! Председатель Совета ветеранов войны и труда Игорь Журавлёв отметил, что важно не только помнить героев войны, но и помочь неизвестным павшим воинам обрести место достойного захоронения. Наша главная задача – это память о наших дедах и праведах, которые погибли в Великую Отечественную и дали нам жизнь. Память – это вот этот наш митинг, это бессмертный полк, это георгиевская ленточка, это акции Лес Победы и письмо фронтовика. И наши поисковики. 6 мая два наших отряда за родину и высота вернулись с 12-дневной вахты. Найдены останки 119 солдат и командиров Красной Армии. В поле прямо прочитаны 5 медальонов, то есть 5 семей встретят своих дедов с войны. Настоятель храма всех скорбящих радости, протеерей Виталий Сладков, совершил поминальный молебен о войнах, захороненных в братских могилах у подножия мемориала. В память о всех погибших и ушедших из жизни защитников Отечества над Курганом на минуту воцарилась тишина. После этого колонна двинулась на вершину Кургана, чтобы возложить венки и цветы в память о павших войнах. Каждый год в День Победы спортсмены Десногорска проводят спортивные мероприятия. Этот год не стал исключением. Традиционный легкоатлетический пробег в Коске Десногорск стартовал в 7 часов утра и завершился на Кургане Славы. Традиционно уже более 30 лет мы проводим этот пробег. Цель этого пробега – это отдать дань нашей великой победе. В этом пробеге участвуют взрослые и молодые спортсмены нашего города. В этом году в пробеге приняли участие 40 спортсменов. А 4 мая в городе Обнинск был дан старт веломарафону, в котором приняли участие 20 работников электрического дивизиона госкорпорации «Росатом». Велосипедисты преодолели 350 километров, чтобы принять участие 9 мая в праздничном митинге на Десногорском Кургане Славы. Во время проведения велопробега в каждом городе к нам присоединялись участники, локальные участники. В каждом городе по 20, 30, 50 человек. Город Киров порадовал нас, и мы присоединились к их большому велопробегу, к 150 участникам. В общем и целом в велопробеге участников, работников госкорпорации «Росэнергоатом» приняло участие порядка 300 человек. В процессе проведения велопробега мы возлагали венки, раздавали георгиевские ленточки, участвовали в заживании вечного огня. Впервые принимаем участие в данном мероприятии. Очень все понравилось. Почаще бы таких мероприятий, чтобы молодое поколение не забывало тот подвиг, который совершили наши деды, прадеды. Нам очень понравилась «Свеча памяти» акция. Мы в музее также, окрестности посмотрели, вообще вот реальные, где вот, ну проезжали, где вот боевые действия как раз проходили. В Саратовской области она вообще богата? Да, да. У нас в Саратовской области такого нет, поэтому мы впервые видим, и так очень интересно, очень все понравилось. Организаторы мероприятия надеются, что это спортивное мероприятие станет доброй традицией и расширит свои границы. Впервые после торжественного митинга прошло зрелищное театрализованное представление, которое еще несколько часов удерживало десногорцев на Кургане Славы. О нем мы расскажем вам подробнее. У подножия Кургана Славы на два часа развернулась площадка под театрализованное представление «Смоленщина. Щит России в веках». Программа представляла собой историческую реконструкцию военных действий на территории Смоленской области. Исполнителями инсталляций были участники Брянского клуба «Кветунь». На огражденной площадке они продемонстрировали четыре инсталляции разных времен. Войской Древней Руси, Российская армия времен войны с Наполеоном, боевые действия времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и освобождение заложников в настоящее время. Участники реставрации рассказали об обмундировании и вооружении воинов, демонстрировали приемы владения оружием и навыки боевых искусств. Кроме того, вокруг были разбиты несколько зон. Стрельбище из тира, военный лагерь 1812 года, тир для стрельбы из боевого оружия. Это вызывало живейший интерес у дисногорцев. Не каждый день можно так близко познакомиться с настоящим оружием и тем более пострелять из него. Очень много всяких для народа сделано развлечений. Первый год такое и всем очень нравится. Вообще благодарны администрации и директору Смоленской за такую организацию праздника. Очень хорошо. Душевно. И ветеранов посмотрели. Ветеранам очень благодарны. Так их мало осталось. Так жалко, что их так мало остается среди нас. Ну а тебе что запомнилось? Ну я не знаю, мне запомнилось больше всего то, что здесь очень круто, много всяких развлечений для детей. Вот даже для моего брата есть, чтобы он пострелял или еще что-нибудь. Ну вообще, ну мне понравилось. Была оборудована специальная зона для фото на память. Особенной популярностью пользовалась полевая кухня, где угощали настоящей солдатской кашей и сладким чаем. На сцене выступал казачий хор «Вольная станица». После мероприятия на Кургане славы праздник продолжился на улицах города. В полдень началась концертная программа «Пером Победы». Патриотический концерт прошел на площади у Дворца молодежи. Стояла хорошая летняя погода, которая позволила всецело насладиться военными песнями и танцами. Организаторами мероприятия стали первичная профсоюзная организация Смоленской станции, молодые атомщики, поисковый отряд «Обелиск», военно-патриотический клуб «Черные береты» и юноармейцы. Чесногорцы с удовольствием приняли участие в праздничных мероприятиях. У полевой кухни выстроились очереди, желающих отведать солдатской гречневой каши и сладкого чая. Работал поисковый музей «Выездная композиция». У горожан была уникальная возможность рассмотреть вблизи и сфотографироваться на фоне боевой армейской техники и бесплатно получить распечатанную фотографию. Каждый мог собрать и разобрать военное оружие Великой Отечественной войны и современные автоматы. Дети играли в зорницу, на многочисленных этапах они лазали по паутинке и на канате, учились оказывать первую медицинскую помощь и ходили по полосе с металлопоиском. Взрослые в это время наслаждались танцами и песнями, которые никого не оставили равнодушным. Я обожаю праздник 9 мая. Это всегда теплый, трогательный день. Сегодня прекрасная погода. Очень много народу собралось, жителей города, что очень приятно. И такой прекрасный концерт создается каждый год. Спасибо большое организаторам. Всем здоровья и удачи. 9 мая – это праздник, который коснулся каждой семьи, который невидимой нитью объединяет целые народы и поколения. Наши предки стояли насмерть за свою семью, за свой дом, за свою родину. И сегодня в мирное время мы чтим и помним тех, благодаря которым мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне. А в 6 часов вечера на городской летней эстраде состоялся вечерний праздничный концерт, подготовленный коллективами городского центра «Досуга» и приезжими ансамблями из Смоленска и Екатеринбурга. Празднование Дня Победы продолжилось на городской эстраде. На сцене выступили дуэт «Зелёная лампа» из Екатеринбурга, ансамбль песни и танца «Витязь» из города Смоленск и коллективы городского центра «Досуга». Ровно в 7 часов вечера состоялась Всероссийская минута молчания в память о подвигах наших дедов и прадедов, которые навсегда останутся в наших сердцах, в нашей памяти, в учебниках по истории и в сознании новых поколений. И пока мы помним этот великий день, слава наших героев живёт. А завершился День Победы праздничным ферверком. Субтитры создавал DimaTorzok